Краснодарский край по объёму производимой сельхозпродукции в числе признанных лидеров в России. И в развитии агропромышленного комплекса региона важную роль играют крестьянско-фермерские хозяйства. Это актуально и для нашего района. Об этом и о многом другом шла речь на отчётном собрании по итогам деятельности Славинской районной ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств за 2023 год. В Большом зале районной администрации собрались руководители крестьянско-фермерских хозяйств района, специалисты управления сельского хозяйства и всех заинтересованных служб, представители краевых структур. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Совета Славинского района Григорий Литовко. Он отметил, что значение работающих на земле только возрастает. И вот когда говорят о внесении плата продовольственной безопасности страны, вот ваше огромное лето. И мы, конечно же, сегодня не просто наблюдаем, а проживаем вместе с вами. Всегда на всех мероприятиях, критериях оценивается работа наших всех фортсобственностей на территории нашего муниципального образования. А крестьянско-фермерских хозяйствах мы, конечно же, знаем с 90-х годов. Поэтому, прежде всего, я хотел бы выразить вам слово «благодарность». Сегодня меняется мир, сегодня меняются технологии, сегодня жизнь под погодные условия ставят свои вызовы. И надо вместе, совместно как-то решать. И мы со своей стороны, и субсидированные, и удобрение, оно легче, и технологии. Сегодня не секрет цифровизации, а мне как раз сказали, что каждое поле, каждый массив должен стоять на кадастровом учёте. И ту, что продукцию вы производите, и ту, должна быть информация о ней. То есть эти вопросы, конечно же, в маленьком фермерском хозяйстве будет очень трудно решить. А когда будет ассоциация, будут специальные люди, я думаю, что в этом и есть смысл объединения. В выступлении председателя Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств района Марины Слюсаренко были подведены итоги. За 2023 год сделан анализ состояния дела, отмечены успехи и не замалчивались проблемы. Прошедший год был сложным по погодным условиям. КФХ района выращивали озимые культуры, рис и сою, овощи в закрытом и открытом грунте, разводили скот и птицу. Объём производства продукции в фермерских хозяйствах составил 12% от районного. За год произведены 621 тонна молока, 433 тонны мяса, 4990 тонн овощей, выращены 12554 тонны риса. Хочется отметить, что по мере своих сил главы КФХ стараются выполнять стоящие перед ними задачи. Участвуют в жизни поселения, занимаются обладательностью, обновляются в посттехнике, оказывают материальную помощь, проведение общественных мероприятий, помогают школам, ветеранам. Сейчас проходит специальная военная операция на Украине. Наши фермеры не остаются в стороне. Участвуют в акциях, определяют материальную помощь, продукты, одежду и многое другое. В 2024 году Союз АКОР будет продолжать работу по оформлению КФХ и ЛП Союз АКОР, сбор членских взносов, работу по ведению передовой технологии производства сельскохозяйственной продукции, становление научно обоснованных сил оборотов для создания высокоэффективных хозяйств. АКОР района стала площадкой для общения инструментом, позволяющим совместно вырабатывать пути решения проблем. Управление сельского хозяйства всегда готово помочь славянским фермерам. Если у кого-то возникают трудности по внесению, можете обращаться в управление сельского хозяйства Ленина, 14. У нас есть ответственный специалист Иван Леонидович Симоненко, он сидит там. Любые вопросы, приходите с картами, показывайте, где ваши поля, какие будут культуры там выселены, либо уже выселены, то, что касается зимних зерновых культур. Будем помогать, будем содействовать. Также напоминаю, если кто из вас планирует обращаться в банк за львотным кредитом, на данный момент идет прием сдачи годовой отчетности. После сдачи этого отчета вы получите статус сельхозтоваропроизводителя и сможете обращаться в банки за кредитами. Собрание одобрило работу Ассоциации фермеров Славянского района в 2023 году. Фермеры муниципалитета знают свое дело и добиваются высоких показателей урожайности полей и продуктивности животных. Это неоднократно отмечалось на краевом и государственном уровнях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.